всем привет сегодня у нас 24 сентября воскресенье время 12 часов дня ушел на работу я вот тут блинчики пеку это захотелось блинчиков тут вот у меня только начала вот этот третий у меня так получилось если меня тесто что-то как-то много его ну ладно поеду завтра на работу в больничный проплевать с собой возьму блинчиков девчонок угощу так тут у меня кофеечек лучше нам чай было бы заварить так ладно тут у меня не горит еще блинчик и попробовать сегодня у меня выходной день так сказать еще вкусненько со сметанкой давно собиралась учета как-то вот только собралась сделать ничего так вкусненько со сметанкой 12 часов новости какие-то сегодня воскресенье сегодня у меня никаких никуда не надо а вот завтра в понедельник с утра на перевязку часам в десяти там с пол девятого до одиннадцати можно в девять выехать в десяти посмотрим завтра можно конечно и пораньше выехать потому что сможем на работу наверно завтра а я прямо оттуда в больничке поеду свою поликлинику с больничным листом я даже не знаю закроют него или продлят скорее всего продлят потому что я на больничном всего две недели а положено три как минимум продать наверное мне больничный на две недели до 2 октября но если закроют то завтра на работу пойду завтра 26 а послезавтра если двадцать пятого больничный закроют то то что мне вторую смену наверное сейчас девчонками надо поговорить может среднюю смену среднем не неудобно между перевязки еще ездить через день средняя смена значит где-то полодинства я на работе должна быть а перевязки с полдевятого то есть даже если я первая зайду на перевязку полдевятого то за час я из перова до братцева навряд ли доеду там другом конце москвы с тремя пересадками троллейбус метро автобус подходит средняя смена свою смену удобно работать расскажу что я буду свою смену работать по крайней мере пока на перевязки я езжу блинчик горит у меня всегда проблема надо на сковородку масло если масло добавлено туда тесто у меня получается и туда и сюда двинчики руку обожла палец решила протереть плиту что-то руками тут я кофе варила просто горячий оказалось перемена большой палец опухший его обожгла наш так лохануться погодка отличная сегодня так окошечко приоткрыть свежачок вошел на кухню тот блинов тут как-то это уже не очень сколько там в москве московской области так ближайшее подмосковье химки плюс 14 это полдень 12 часов ничего хорошая погодка какая солнышко не за сколько на солнце в тени 14 нам теплее уже не будет уже полдень все забываешь что сегодня воскресенье вообще забыла что выходные бывают мне кажется что понедельник сегодня понедельник только завтра слава богу мне сегодня никуда не надо отдохну хоть немножко смысле от лечения от лечения тоже как тут стать может на перевязку через день учет так получилось что я туда моталась чуть ли не каждый день в эту больницу то на перевязку то за больничным еще за какой-то хренью сегодня намного лучше себя чувствую наконец-то вчера съездили на перевязку мне еще там вчера блин мне же банку сняли в пятницу а жидкость оказывается собирается там дешевый этот то есть банку с трубкой сняли а жидкость все равно собирается так из меня вчера откачали 5 шприцов жидкости то есть 250 миллилитров откачали шприцом это стакан целой жидкости из шва вот из под шва какая нафиг работа может быть если я еще это себя не пришла вчера откачали оттуда сегодня значит воскресенье это сутки то за сутки стакан жидкости собрался но банку может поторопись хотя прошло 10 дней даже 11 вот то есть за сутки стакан теперь мне на перевязку понедельник то есть воскресенье это сутки понедельник уже двое что ли получаете на полтора насколько там жидкости собирается через день буду ездить получается за двое суток сколько там будет собираться если за сутки стакан вообще кошмар парк пол-литр что ли вообще придется ё-моё зато лишь опять меня шприцом вот этим тыкать так ладненько ничего страшного переживем все проходит пройдет и это это не самое страшное она страшно уже погоди так и чуглинчик попробовать только сверху они горячие руками я их трогать боюсь палец обожгла уже один какой-нибудь снизу взяла которые уже не очень горячий руку обожгла так как бы мне вилочкой взять или перевернуть их как-то чтобы взять вот оттуда да вот так вот блинчик хотелось вот блинчик все давно не делала думаю чтобы не сделать и сегодня блинчиков все равно у меня выходной дома сижу давно собиралась наконец-то у меня руки дошли до блинчиков так попробуем ничего так вкусненько конечно много не буду это второе уже наверное уже хватит горели это горела не очень приятно есть такие немножко наверное чтобы это поменьше чтобы не горели так ладненько новости во франции забастовки какие-то что-то с трудовым кодексом связано то есть на работу будет легче устроиться на выкинуть могут любой момент без объяснений причин народ и бастует правильно делают это у нас привыкли ко всему слова нельзя сказать вякнуть только вякнешь тут же скоротят так ох блины 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 блиночки мои ох блины 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 блиночки мои и тякачки они иногда пробиваются так москве чё там праздник какой-то что за праздник это глухонемые дети ну ладно так 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 сестра вчера двоюродная звонила узнавала как дела не стал я там ничего не объяснять рассказывать беру на больничном сижу и все нефиг всем рассказывать там тем более если не спрашивают интересуются сказал что на больничном сижу и все говорит посиди отдохни а то уже заработалась но она наверно в курсе просто ничего не говорит она у нас стра двоюродная на инвалидности и как сказал что тоже могу взять если захочу но если буду на больничном четыре месяца я не собираюсь четыре месяца сеть на больничном через неделю на работу пойду может быть и раньше если завтра закроет больничный во вторник пойду на работу еще страшно я почему-то думаю что не закроют потому что у меня на перевязки еще есть неделю как минимум а может и больше некоторые говорят что по месяц куда ездят насколько но две недели еще но если я буду работать по сменам утро вечер то когда я во вторую смену значит мне к двенадцати и не когда с утра буду с утра с на перевязку в первого ну прям девяти пораньше оттуда на работу сразу так получается хочу делать так еще что ли съесть и так это какой уже блинчик третий они такие большие еще у меня получились так больше на не надо вот третий даем ну что мне тут сметана осталось так три штуки для меня по нормально даже много тем более дома сижу на работу не хожу какие нафиг блины ладно сейчас не опять начнут писать что камера трясется надо ее там укрепить куда-то поставить у меня пока ничего нету никаких предпособлений куда поставить я как-то пробовала снимать телефон поставила куда-то ну как прямой эфир получается телефон поставила куда-то на подоконник он туда даже не помню как я вот туда присобачила мне чуть не понравилось чё не понравилось не понравилось как я выгляжу худеть надо прежде чем снимать все прямом эфире что-то как-то и хоть я и похудела на 70 килограмм ой фу блин на 20 75 сейчас опять но что-то все равно мне не нравится все равно многовато это у меня диета такая блинная с блинами надо завязывать давно не делал что-то новости закончились по первому каналу 12 15 пол полдень хочу там еще есть по телевизору ничего интересного канал че так 360 новости подмосковья стс мультики домашний сериал какой-то идет культура тнт так пятница по пятнице там надо бывают триллеры всякие о господи объелась блинов так пятый канал это питерский третий канал тоже триллер они нафиг люблю я страшилки рэн тв канал ю какой-то фигня звезда звезду еще можно посмотреть хотя там тоже одна политика так тнт тнт первый канал главный котик все это передача ой блин опять куда-то нажала ладно ой может радио лучше включить для одно другого не лучше так ладно вырубаю телефон одной рукой как-то из подручно блины печь так даем я сегодня свой блин то последний пожалуй хватит гора посуда какой котик рыжий красивый это про котов что ли передачи главный котик так я знаю этого кота это же питер пышечная там живет рыжий кот это же питер ой я видела этого котика я его знаю я его фотографировала или я вот или я этого фотографировала помню что рыжий нет 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 это или это вот этого кота я фотографировала в питере ухты смотри я хочу произнести короткую но плавенную рецепт ребята все ваши котики очень кайфовые они тут прям видно боятся что они счастливы а знаете почему потому что вы их любите и этот дикого не даром же когда хотят отдать к тому котельку еще курсы не деньги а а вот напорная или тут пудская нужно взять кому Леву скотельку Если кому-то понравились эти милые, добрые кошки и коты, я вас призываю, приходите, возьмите себе друга на долгие-долгие годы. Ну что, Коренечка, ты готова своего питомца? Да. Пойдем, я тебе всем покажу. Мой бедный котик. Вот такая замечательная девочка, она у нас была найдена на улице волонтерами Спасина, в которой дальше у тебя кошечка, видишь, такая смесь, полезная в миогарре. А вот эта кошечка душистенькая, это Кассиопия. А вот это котики, мультик, Том и Ксюша, они у нас приехали все втроем. Мультик с Ксюшей немножко боятся, а Том сейчас спит, но он очень хороший, добрый, доверчивый котик. Ты вообще цвета какого бы хотела, котик? Рыженького. Рыженького? Ну пойдем, покажу рыженький. Рыженький Людвиг смотрит на тебя. Видишь, какие у него глазки. Ух ты. Котика широкая, его, кстати, дети спасли. А вот здесь, смотри, кто здесь видит, здесь есть котик Персей. Персейшка, иди сюда, Людвиг. Иди, Маша. Привет! Ух ты. Красивый? Он уже замурчал, он только тебя увидел, сразу замурчал. Ты уже сделала выбор свой? Угу. Ну и кого же ты решила взять? От этого. Персей, а? Да. В таком случае мы тебе его доверим. Поздравляю. Персей, теперь пойдем. Персей, береги его, ухаживай за ним. Люби его, обязательно. Пусть он тоже слушается на нас, папа, как и ты. А от меня тебе тоже подарок. Я знаю, что ты катаешься на коньках. Держи, катайся, чтобы была чемпионкой. Хорошо? Хорошо. Вот и нашел наш главный кот страны, свою новую семью. Присоединяйтесь и вы. Держи. Что за передача такая, главный котик? Видите, счастье это очень просто. Всего лишь пушистый котик и коньки от чемпионки мира по фигурному катанию. Спасибо огромное, Ирина. А мы идем дальше. А вы дальше идете? А что хотите, уже пришли. Как по мне, так именно здесь, на Большой Садовой, дом 10, проживает главный кот Москвы. Узнаете? Да это, черт возьми, кот Бекемо. Знаменитый примус, его подельник, коровик. Хулиганская рожа. Как там у него было? Разве я мог бы себе позволить даме налить водку? Это чистый спирт. Поддерживайте. И главное, что у него живот большой, значит кормит хорошо. А мы идем в музей. Угод. Пора у вас у тебя и детишка. Мы скажем, что у питания не согласны. Что у меня все будет. Так, ладно, выключаю я свой телефон. Доделываю дела. Блины свои тут доделаю сейчас. Ой, потом, позднее же еще надо обед готовить. Надо что-то кроме блинов-то еще что-то поесть, сварить. Так, сейчас что-нибудь придумаем. Так, ладно, всем пока-пока. Спасибо.